Всем привет! На банджа опять напали, вот если видно, ухо окровавлено, удар по голове, ну, несколько ударов было совершено. Голова немножко кружится, скорее всего, сотрясение в незначительной степени. Написал заявление в полицию через онлайн-сервис МВД. Рекомендую это делать, можно сразу прилагать фотографии, и это делается оперативно. То есть не нужно идти там искать отделение полиции, не нужно ждать конкретного там участкового сотрудника, который там готов принять это ваше заявление и так далее и тому подобное. Сами быстренько сели, написали, все рассказали, вот то, как вы именно видите, а не, скажем так, учитывая мнение там сотрудника полиции, который может быть и не хочет работать. Вот, происходило, значит, это в торговом центре, город Геленджик, происходило с участием охранника, который был на стороне нападавшего, которому не понравилось то, что бомж умывается, умывается просто, вот, на территории торгового центра. Ну, как бы отказать, скажем так, запретить вход на коммерческую зону, это можно делать, да, это не является незаконным, не является нелегальным. Но, вот, не препятствовать совершению преступления охранник не может, вот это факт. То есть, если происходит какое-то нападение, если есть какие-то агрессивные действия, охранник на территории торгового центра обязан его предотвратить. Это его является и функциональная обязанность, и в противном случае он является соучастником преступления. Именно поэтому, как бы, заявление было подано и с учетом, как бы, и на охранника в том числе. А, далее, то есть, сама суть. Урны нет, выкинуть мусор некуда. Ну, просто кидаю куда есть. Девушка весь начинает приставать. Ты че? Да, ты, 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 с матерком. Ну, в общем, это из оперы немного, вообще, шире. Отправляю ее куда подальше, соответственно, начинается матерная перепалка, включается ее парень, да, и вот, соответственно, происходит дальше все это. То есть, это называется под оперой «Задета честь моей женщины». Какая честь женщины твоей задета? Еще изнасиловать пытались? Нет. Жирную суку назвали жирной сукой. Это констатация факта. Это не изнасилование, это не задение, честь не задета. Понимаете, вот в России феминизм искоренен вообще просто-напросто. Вот если бы у нас стояла толпа женщин, которые желают мобилизоваться, тогда, да, я бы мог говорить, что в России существует феминизм, как движение, как нормальность и так далее. Но, к сожалению, такого нет. Если у нас там мужчины поголовно стали себе колоть ботокс и, не знаю, там, через силикон увеличивать там определенные места, да, ну, я не знаю, что там силиконом мужчину можно увеличить, кроме груди. Вот. Тогда, да, можно было говорить о каком-то феминизме. Но такого же нет массового, да, соответственно, как бы мы об этом и не вспоминаем. Ладно, продолжу с другой локацией. Продолжаем. Прекрасный фонтанчик. Это, кстати, еще один склер у Приморья. Приморья – это сеть отелей разного класса. Предыдущий, кстати, тоже был между пятью, по-моему, и четырехзвездочным. Но это между трехзвездочным и четырех. Вот, ну, короче, вот, сами понимаете. В общем, неплохие места, хорошие капиталовложения. Мне отлично получилось создать уют, красоту и, в принципе, достойную эстетику. Продолжу. Значит, сказал уже, что не стал обращаться и вряд ли буду обращаться в травмпункт. Ну, потому что смысла особого не вижу. Вот, сделал фотографии, ушибов, порезал, да. Вот и все. Так, из недомоганий сильных ничего нет. Прохожу сейчас мимо, кстати, ДТП. Парень на этом, на мотоцикле, либо там скутере, вот что-то такого плана. Видимо, вез какую-то доставку, то есть там был холодильник, вот этот переносной. Ну, его, соответственно, сбили. Видна кровь на асфальте, и он сидит с замотанной головой, вокруг него сотрудники полиции. Вот, то есть, ну, видимо, медики уже там оказали какую-то помощь, собирают показания и так далее. Потом думаю, слава богу, я не он, да. То есть, у меня нет такого сильного, что произошло. Вообще, в принципе, вот за 33 года, да, вот мой возраст. Ну, давайте так, 17 с хвостиком, да, я анаконда, я. Вот, за все мои 17 с хвостиком лет. Вот, что я вообще могу сказать вот о действии вот наших, ну, ладно, пожарные не берем, не сталкивался, в принципе, и слава богу. Медики и полиция. Ну, к полиции я, скажем так, отнесу, в принципе, наверное, вот весь сектор. Он начинает в прокуратуру, суды и, ну, ФСБ, да, как таковое. Значит, смотрите, не сдох, и слава богу. Наверное, только благодаря мне, потому что провокаций, скажем так, агрессии в этом направлении было достаточно много. То есть, я считаю себя достаточно неплохим психологом, чтобы, ну, как-то выкрутиться более-менее нормальным образом, чтобы меня просто тупо не зарезали, не убили. Вот, говорит о том, что полиция и остальные, ну, полиция, да, сначала начнем с этого, может нормально организовать вот эту вот защитную охранную систему предотвращения преступлений именно. Я не могу такого сказать. То есть, здесь 3 плюс максимум с моей стороны, опять же, вот за все годы моего там существования, 17 с хвостиком, как унаконды. Касаемо прокуратуры, ну, дай бог, если они вообще работают. По моему опыту, ну, 2 минус. Суды, 3 минус. Извините меня, за такое количество побоев, которое было в моей жизни на территории Российской Федерации, я не получил ни одной моральной компенсации. Не говоря уже о каких-то лечениях, оплаты адвоката и так далее и тому подобное. То есть, говорить о том, что суды в Российской Федерации работают нормально, нет, 3 минус как максимум. Медики. Тут мне, наверное, сложно служить, сложно судить, у меня не было там каких-то крупных травм. Опять же, я говорю, я выкручивался всегда. Но, косячки есть, поэтому как бы вот четверка плюс-минус, да, наверное, там в зависимости от региона. В общем, мы, конечно, имеем тот ход вещей, которые есть, и всегда в любой статистике будут исключения из правил. Без этого тоже никуда. Но есть и тенденции, которые есть, и, к сожалению, их тоже нужно решать. Да, то есть, всегда нужно стремиться к идеалу. Одним словом, желаю, чтобы с вами не происходило то, что произошло со мной сегодня, чтобы у вас все было отлично, как и у вас, так и у ваших близких и родных. И давайте как-то, я не знаю, ну, мобилизовать таких агрессоров, да, которые, в принципе, угрожают другим людям на территории мирного существования. Хорошего дня!